Единство 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 И почему эта тема так важна? Почему эта тема, она действительно настолько актуальна? Потому что насколько в сердце Бога единство, настолько сатана выступает против единства. Потому что он понимает, что если мы разделимся, если церковь разделится внутри себя, не будет успеха, не будет благословения. Если семья разделится внутри себя, придет разделение, не будет благословения, не будет жизни у такой семьи. Если какой-то проект, он разделится внутри себя, не будет успеха. Сатана, он заинтересован в том, чтобы принести разделение. Но Бог заинтересован, чтобы мы были едины. Аминь. Чтобы в нашем сердце были одни мысли, один дух, одно сердце, и мы двигались в одном направлении. И знаешь, есть такая фраза «разделяй и властвуй». Вы слышали, наверное, много раз. И эта фраза «разделяй и властвуй», она относится к военной тактике. И это такая тактика, когда разделяется соперник, то есть тот, с кем воюет, другая страна, это автоматически практически равно поражению. То есть разделение всегда приносит поражение. Как только стан противника разделяется, оборона прорывается, происходит разделение, тут же приходит что? Приходит поражение. И сатана, он использует эту стратегию в церкви. Сатана использует эту стратегию между нами, братьями и сестрами, чтобы принести разделение, чтобы принести вот этот дух разделения внутрь, чтобы церковь, она не устояла, чтобы дом Божий, он не устоял, чтобы домашняя ячейка, она не устояла, чтобы семья, она не устояла. Потому что там, где разделение, там всегда поражение. Но там, где единство, всегда успех. Да, этот успех, может быть, он сложный, он идет трудными путями, но в итоге мы приходим к благословению, а не к поражению. И Бог, он хочет, чтобы мы получили это откровение о единстве. Знаете, почему мы иногда не одерживаем победу? В своей какой-то молитвенной комнате или вообще в своей жизни? Потому что мы разделены. Почему церковь, она не завоевывает этот мир и не идет и не говорит, не так продуктивно в этом мире? Потому что мы разделены. Мы разделены. У нас всякие свои мысли, чувства. Мы думаем, о, этот про меня сказал, этот подумал, а вот этот против меня поступил, а вот этот сделал не так, а я считаю. Еще вот эта фраза, знаете, наш любимый, а я считаю, это мое мнение. И знаете, мы разделяемся. И сатана использует эту стратегию против нас. Он разделяет нас, и он обладает властью над нами. Он разделяет нас внутри, и он получает эту власть, потому что мы не действуем согласованно, и мы не одерживаем победу. И знаешь, насколько Бог заинтересован в единстве. Поэтому апостол Павел, он говорил о единстве, он учил о единстве, потому что он знал, что придет сатана, который будет разделять. Придет сатана, который будет говорить разные вещи, которые будут разделять церковь, которые будут разделять братьев и сестер. И знаете, многие люди говорят, ну, единство, да? Что такое единство? Вообще о чем это? Единство – это не одинаковость. Многие думают, ну, единство – это как одинаковость, да? Это не одинаковость, это не равно быть одинаковыми. Вы знаете, мы все здесь разные. Каждый из нас имеет свою внешность, свои дары, свои таланты, имеет какое-то свое место в этой жизни, имеет свое прошлое, свое настоящее, будущее. Мы все очень разные, но мы все объединены Иисусом Христом. Бог объединил нас однажды. И знаете, многие, мы бы даже, может быть, в этой жизни, мы бы, может, и не встретились никогда, если бы не Бог, согласитесь? Вот просто. И знаете, Сергей Ковылкин, он всегда рассказывает историю, как он был в реабилитационном центре, и как мы там приезжали. А я со своей стороны расскажу эту историю, потому что, ну, я так редко ее рассказывала. Я была студенткой института иностранных языков в то время, и мы приехали однажды вот в это место, в Толоконцево, где у нас был реабилитационный центр. На минуточку до этого я никогда в жизни не видела наркомана, вообще, я не знала, как он выглядит. И вдруг мы приезжаем, и там тогда семья Шаровых служили в этом реабилитационном центре. Вадим Николаевич, он вообще-то всегда завоевывал наркоманов, они у него там машины его постоянно обчищали и так далее. И мы приехали, и я увидела этих людей. Сергея я очень запомнила, потому что он был лысый немножечко, у него еще волосы тогда были, чуть-чуть. И он такой был, ну, такой вот грозный немного. И знаете, я вот понимаю, что я бы этого человека в жизни, наверное, бы никогда не встретила. Никогда бы мы с ним не познакомились. И вот с того момента, как мы тогда приехали, у нас как бы начались наши такие дружеские взаимоотношения. И знаете, спустя уже сколько лет прошло, это был какой год? 2001, наверное, да? То есть 20 лет назад, мамочки, я даже посчитать не могу, 20 лет назад. И знаете, ну, мы дружим, мы сохраняем отношения, мы стараемся, да, не просто, да, бывают разные ситуации в этой жизни. Где-то мы, может быть, ссоримся, где-то мы, может быть, что-то друг другу пытаемся доказать. Что-то там, я не знаю, что-то нас пытается разъединить. Но знаешь, есть такая мысль, да, что мы должны быть едины. И ты с годами еще больше ценишь это единство, ты еще больше ценишь эти отношения. Ты хранишь их, пытаешься как-то их созидать, несмотря ни на что, да. И вот мы стремимся, потому что мы объединены Христом. У нас одна цель, у нас одно сердце, одни мысли. Мы идем в одном направлении, аминь. И Бог хочет, чтобы в нашем сердце было это единство, чтобы мы были едины друг с другом. У нас было единомыслие. И поэтому единство, это когда мы такие разные, такие своеобразные все, со своими какими-то плюсами, минусами, дарами, талантами, своими какими-то способностями, мы шли к одной цели, аминь. И наша цель, чтобы, закончив эту жизнь здесь на земле, мы пришли на небеса. И с нами пришли еще другие люди, аминь. Другие люди, которым мы могли бы послужить, которых мы могли покормить, которых мы могли обнять, которым мы могли послужить на энкаунтере, которые пришли бы на нашу домашнюю группу, мы их обняли, обогрели и так далее. Пришли в церковь. Это наша цель. И Господь ведет нас к этой цели. Слушайте, что нам с вами делить? У нас один Бог, у нас одна вера, и у нас один путь и одно направление. Аминь. И знаешь, в этот мир, вот особенно сейчас, в последнее время, ты видишь, как входит этот дух разделения, как он пытается войти, как людей делят на, не знаю, там, на вакцинированных, не вакцинированных, уже сейчас новые, там, да, переболевшие, не переболевшие. Ну ладно, не будем эту тему. Знаешь, там, католики православные, не знаю, там, а, эти вот пятидесятники, которые ручки к небу поднимают, пляшут. А, внутри них еще есть разные отделения, тут вот эти вот такие, вот эти вот руки пожимают, эти не пожимают, эти громко поют, эти тихо поют. И знаете, все время пытаются разделить. Слушайте, но мы одно, у нас один Бог, одна вера. Аминь. У нас одно направление. И знаете, в этой жизни и так трудно, и так тяжело. И так мы живем в этом мире, где мир лежит во зле написано, грех. Так что нам с вами делить? Нам нужно вместе дойти этот путь и дойти его до конца. Аминь. Сохранить веру, исполнить призвание, которое Бог нам дал. Собрать максимальное количество людей, которые пришли бы к Господу. И прийти на небеса. Аминь. И это наша с вами цель. И знаете, пример футбольной команды. Я всегда смотрю, когда вот такие групповые игры какие-то, и ты понимаешь, футбол или хоккей, ты понимаешь, что там много игроков в команде. У каждого игрока есть своя функция, у каждого игрока есть своя позиция, у каждого игрока есть своя задача, которую ему ставит тренер, которую он исполняет в этой команде. Один защитник, другой нападающий, третий голкипер, четвертый, там не знаю, что еще там, на фронт линии играет, другой еще на какой-то линии играет. Я не сильна в этом, но я понимаю, что есть тактика, есть стратегия, и они все разные. И знаешь, не выходит один и говорит, о, я чемпион мира, а вы тут все остальные, я не знаю кто. Нет такого. Все играют как слаженная команда. И это приносит успех. Их цель – забить гол. Их цель – забить шайбу. Это цель. И они идут к этой цели, исполняя разные роли, но имея единое сердце, имея единую цель, имея единое направление. И не делят на то, кто ты, да, такой или такой игрок. Вот я чемпион, а ты только начал играть. Каждый идет к этой цели. Так же и мы с вами верующие. Мы должны идти к одной цели. Играть в этой команде, аминь, иметь это единство друг с другом. И знаешь, единство имеет невероятную созидательную силу. Вместе лучше, вместе сильнее, вместе проще, в конце концов. Знаешь, вместе проще. Один в поле не воин, говорят. Это действительно так. Знаешь, когда ты приходишь на группу, приходишь в свою команду с твоими братьями или сестрами, в моем случае. И я прихожу, я всегда говорю о единстве. Я молюсь о единстве. И я понимаю, что бывают разные времена у нас. Бывают времена сложные, бывают времена, когда у нас все хорошо, мы живем в благоприятных условиях. Но знаешь, единство, оно и нужно для тяжелых времен. Единство нужно, чтобы поддержать друг друга. Чтобы стать плечом друг для друга. И когда что-то происходит, ты всегда говоришь, давайте встанем вместе. Давайте начнем молиться. Давайте начнем вместе что-то делать. Давайте начнем служить вместе. Давайте начнем что-то делать для Господа вместе. И это приносит благословение. Аминь. Ты чувствуешь эту силу. Ты чувствуешь плечо другого человека, который рядом с тобой. Ты чувствуешь, что вместе я могу гораздо больше. И знаешь, церковь здорова и результативна, когда есть это единство. Церковь здорова и приносит плод, когда есть единство. Но когда приходит разделение, церковь, она теряет свою силу. И знаете, братья и сестры, нам нужно как-то вновь ободриться и вновь как-то в этом откровении продвинуться. Что когда мы вместе, мы сильны. Когда все мы разные, но мы вместе, мы достигаем цели. Мы приносим благословение. Церковь растет, церковь умножается. Знаешь, когда не один играет везде, он и двери открывает, он и на гитаре, он и поет, он и проповедует. Но каждый, он имеет свое место в Доме Божьем, имеет свое место в Церкви. И все мы вместе становимся таким хорошим, струйным оркестром, который играет одну красивую мелодию, который приносит благословение для людей и для нас. Аминь. И Писание говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны, другими словами, приносящие мир. Блаженны, приносящие единство. Блаженны, приносящие эту комфортную атмосферу. Потому что написано, что они будут наречены сынами Божьими. Аминь. И вы знаете, однажды у нас был такой проект в Церкви. Мы приглашали Ника Вуйчича, вы помните все, он буквально недавно был. И у нас была цель за полтора месяца организовать этот проект. Полтора месяца. Это было нереально. Ну, по всем вообще возможным срокам и все остальное. И знаете, у нас собралась небольшая такая, ну, как бы, команда людей. И когда мы собирались вместе, а мы проводили там раза два в неделю или три такие оперативки, чтобы по организации. И всегда у нас была одна фраза. Вы согласны? И каждый должен был сказать, да, я согласен, да, я согласен, я согласен. И вот эта вот фраза, она у меня очень сильно в голове почему-то так осталась с того времени. Потому что каждый говорил, да, я согласен, я в согласии, я иду, я делю это видение с вами. И мы смогли это сделать, потому что мы были в этом единстве. Мы имели это одно сердце. У нас было желание, чтобы Ник Вуйчич, он приехал сюда, чтобы люди услышали благую весть. У нас было это одна мысль, одно сердце, чтобы этот проект состоялся. И Бог благословил. Мы провели, мы наполнили зал, Бог покрыл все расходы, которые нужны были, а они были огромные. То есть Господь все усмотрел, потому что мы были в единстве и в согласии. Дорогие, мы сегодня должны быть с вами в единстве и в согласии. Аминь. Чтобы Церковь Божия, она росла. Чтобы Дом Божий, он укреплялся. Чтобы Дом Божий, он действительно приносил радость. Чтобы Дом Божий, он стал этим источником благословения для других людей. Аминь. И я бы хотела поделиться буквально несколькими такими пунктами, так скажем, вехами на пути к единству. Что нам необходимо, чтобы единство, оно пришло к нам. И давайте мы с вами откроем одно местописание. Это Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стих. Там написано. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны, со всяким смиренно мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Такое немного запутанное местописание, когда ты его сначала читаешь, думаешь, столько слов непонятных. Там, смиренно мудрые, долготерпение, снисходя друг к другу, стараясь сохранять единство Духа. И тяжело даже сначала воспринять его, да, но мы его немного разберем. И первый такой пункт, которым я хочу сказать, это не суди строго. Не суди строго. Знаете, все мы любим судить. Это, знаете, такая наша какая-то внутренняя природа. Нам тяжело воздержаться от какой-то оценки. И, знаешь, я не проповедую и говорю, вот ты такой. Я себе об этом говорю. Я когда готовила это слово, и Бог просто говорил в мое сердце, а ты как вообще поступаешь? Ты как себя ведешь? И я понимаю, что мне иногда так, это трудно дается, просто тяжело, потому что мы обо всем хотим высказать свою оценку, каждому дать свою оценку. А Бог говорит, не суди строго. Знаешь, нет идеальных людей, нет идеального лидера, нет идеального пастора, нет идеального мужа или жены, нет идеального ребенка, нет идеального руководителя. Мы все не идеальны. Так ведь? Именно поэтому Иисус умер за каждого из нас. Потому что мы не идеальны. И Бог говорит нам, слушайте, снисходите друг к другу любовью. Снисходи друг к другу. Знаешь, мы так часто, поскольку у меня много людей, которым я служу так или иначе, люди приходят и начинают говорить, вот, лидер мой, вот такой, вот такой, вот он так поступил, вот так сказал. Я всегда говорю, слушай, ты вообще сам лидер? Ты сам хоть когда-нибудь пытался кого-то за собой вести? Вот что ты делаешь? Ну, нет, нет, я на домашнюю группу хожу. Я говорю, слушай, вот люби и благословляй своего наставника и лидера. Люби и благословляй. Он, в отличие от тебя, хоть что-то делает. Да, он ошибается. Он несовершенен. Он, может быть, допускает много ошибок. Ну, что ты делаешь? Ну, благослови. Благословляй этого человека. Молись за него, в конце концов. Ну, не нравится? Уйди. Ну, то есть, ну, как бы, что еще-то сказать? Ну, написано, снисходя друг к другу, с любовью. То есть, что нам нужно выработать внутри себя? Вот это вот качество. Иметь снисхождение. Не судить строго. Давать человеку второй шанс. Давать человеку возможность, ну, как бы, совершить даже какую-то ошибку. И знаешь, мы все хотим к себе снисхождения, да? Вот я такой вот, ко мне вот, пожалуйста, так отнеситесь по-другому. Но как ты-то относишься? Так ли ты относишься? И когда ты начинаешь анализировать, думаешь, ага, я сужу, я строго как-то мыслю об этом человеке. Я не покрываю что-то любовью. И ты думаешь, да, Господь, мне самому надо меняться. Я хочу начать с себя, аминь, а не с соседа своего, не с лидера своего, не с пастора, не с своего начальника на работе или коллеги. Начни с себя. Писание говорит, будьте снисходительны друг к другу, аминь, с любовью. О чем еще здесь говорится? О любви. То есть, оказывается, любовь способна снисходить к слабостям другого человека. Когда ты любишь, ты снисходителен, аминь. И то, о чем на самом деле нам нужно молиться, это о любви. Потому что Бог возлюбил грешный мир. Иисус, он пошел на крест за грешного человека, несовершенного. За этого Петра, который его предал три раза. За Иуду, который продал его за 30 серебряников. Иисус пошел за нас на крест. Поэтому нам нужно научиться быть снисходительными и делать это с любовью. А знаешь, отсутствие снисхождения, это вот как раз и есть фарисейство. Были такие люди, которые их называли книжники и фарисеи. Они были учителя закона, они все знали, как нужно. Но в их сердце отсутствовала вот эта вот любовь. И поэтому они говорили и показывали, о, вот этот грешный, вот этот поступил неправильно, этот сделал не так и так далее. И помните такой пример женщины, которая была взята в прелюбодеяние. И эта женщина, она была прелюбодейка. И книжники и фарисеи, они что требовали? Они требовали, чтобы ее побили камнями по традиции того времени. Но Иисус, он был наполнен любовью. И он снизошел, он сказал, кто без греха, первый возьми и брось камень в нее. Возьми и брось камень в нее, ты, который без греха. И на самом деле это было в сердце Иисуса. Он снизходил, он любил людей, он заботился о людях. Он видел этих учеников, которые ходили рядом с ним. И они были тоже несовершенны, они были обычные люди. Нам иногда кажется, ой, они же апостолы потом, великие мужи Божьи. Да, они и стали великими мужами Божьими. Но они были обычными людьми. То они накормить никого не могли, то они начали изгонять беса из бесноватого, разбежались сами все. Петр, который ходил, себя там бил в грудь, вдруг предал Иисуса. То есть они были обычными людьми. И Иисус имел снисхождение к ним. Аминь. И второе такое правило, и в нем как бы три таких мощных слова. Это терпение, кротость и смиренно-мудрие. Терпение, кротость и смиренно-мудрие. Это то, что нам нужно. И ты такой сидишь, думаешь, что такое смиренно-мудрие? О чем вообще это, да? О чем здесь говорится? Что это такое? И я просто провела такое исследование. Что же такое смиренно-мудрие? Так вот, в Библии под смиренно-мудрием понимается отсутствие гордости, стремление возвыситься над другими людьми. Отсутствие гордости и стремление возвыситься над другими людьми. И знаешь, если мы, каждый, хотим доказать, что я здесь крут, то не получится работы, не получится благословение, не получится успеха. Здесь круты все мы с вами. Бог избрал каждого. И каждому дал свой дар и свой талант. И каждый из этих даров и талантов, они служат для того, чтобы дом Божий и церковь Божия, она созидалась. И знаешь, есть люди, которые круто проповедуют. Есть люди, которые круто молятся. Есть люди, которые прекрасно поют. И, ну, вот если я бы вышла сюда петь, я бы думала, что здесь разбежались многие. Хотя я когда-то пела в церковном хоре. Но, понимаете, у каждого есть свой дар и свой талант. Есть люди, которые снимают на видео. Есть люди, которые сидят за компьютером и которые в этом разбираются. Есть люди, которые чудесно разбирают слово и учат слово. И у каждого есть свой дар и талант. Есть люди, которые классно варят кофе в нашем кафе, и ты приходишь каждое утро сюда в церковь, и ты получаешь благословение от этого. Аминь! Это тоже дар и талант. Аминь! И Господь каждого из нас собрал, чтобы мы были игроками этой чудесной футбольной команды, этой благословенной команды, которая идет к успеху, а не я такой чудесный. Не я здесь все сделал, да? И поэтому смиренно-мудре – это отсутствие гордости, стремление возвыситься над другими людьми. Это когда мы идем, мы кроткие и смиренные перед Богом, мы имеем это долготерпение, мы идем вместе, это длинный путь, потому что он не короткий, это не день, не два, это долгий путь, и мы идем к общей цели. Аминь! В единстве. И давайте еще одно местописание посмотрим. Это послание филиппийцам, 2 глава, 4 стих. И я его немного расширила, это местописание, чтобы оно было понятно. Смотрите, что здесь написано. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрею почитайте один другого высшим себя». И вот эти слова мы всегда читаем в Библии, знаете, как мантру. Ага, любопрение, тщеславие, смиренно-мудрее. О чем вообще речь идет? А если мы возьмем и раскроем смысл этих слов, то смотрите, что получится. «Ничего не делайте по любопрению». Что такое любопрение? Излишне, искусственно стараясь выделиться. Или по тщеславию, жадному поиску славы, почета, похвалы, потребности признания окружающим и склонности сделать все ради похвалы. Но по смиренно-мудрее, то есть отсутствие гордости и стремлений возвыситься на другими. Почитайте один другого высшим себя. И вот если можно вывести картинку, там как раз расширенный этот вариант. Еще раз повторю. Ничего не делайте излишне, искусственно стараясь выделиться. Или жадно, ища славы, почета, похвалы или потребности признания окружающими. Но делайте в отсутствии гордости и стремлений возвыситься на другими. Почитайте другого высшим себя. Вот знаете, такая простая формула, которая позволяет нам, если мы следуем ей, если мы стараемся это делать, мы будем иметь единство. А если мы будем иметь единство, мы будем иметь успех, и мы будем иметь благословение, и мы сможем достигать других людей. И церковь, она будет расти. Такая церковь, она будет иметь успех. Такая церковь, она будет нести действительно благую весть этому миру. Аминь. И в этом заключена огромная мысль, огромная сила. И третий такой, третья веха на пути к единству, это старание. Старание. Вот знаешь, без старания в нашей жизни ничего не происходит. Всегда нужно стараться. И знаешь, есть такой герой одного чудесного произведения русского, Обломов, который лежал на кровати и думал, что все само собой будет происходить. Но само собой в этой жизни ничего не происходит. Всегда нужно приложить старание. Ты можешь сколько угодно молиться и говорить, Господь, сделай меня там вот любящим, не возвышающимся над другими и так далее. Но тебе нужно что-то самому для этого делать. Аминь. Тебе нужно стараться. И понятно, что на этом пути у нас будут ошибки. Мы совершаем ошибки. Мы делаем что-то неправильно. Мы неправильно где-то поступаем. Как-то неправильно относимся, может быть, к друг другу. Но нужно стараться. Стараться. Что значит стараться? Совершил ошибку? Да подойди, обними человека. Скажи прости. Не знаю там. Сделай какой-то шаг. Благослови, может быть, этого человека. Напиши ему. Угости его кофе. Ну, сделай что-то. Просто старайся. Прикладывай какое-то старание. Написано стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это в этом же месте Писания. Стараясь. И знаете, я вот, например, такой человек, я вот еду за рулем когда. Я ругаюсь всегда. У меня вот такой вот есть грех мой. Ругаться. Я не могу. Меня раздражают некоторые водители на дороге. Мне хочется выйти, взять просто палку и наколотить. Потому что подрезают. Там, не знаю, не включают поворотники постоянно. Там, ну, по-хамски себя на дороге ведут. И я просто все время еду, и у меня внутри все кипит. Я открываю иногда окошко. Начинаю кричать. Или еще что-то. Но я не могу. И я каждый раз думаю, Господи, дай мне просто вот сил. И я просто, давай я буду, Господь, прям стараться. Я очень стараюсь, чтобы не накричать ни на кого. Я очень стараюсь, чтобы не сказать плохие слова. И я прикладываю старания. Давайте тоже будем стараться. В церкви быть в единстве. Когда твой лидер домашней группы тебе говорит, давай молиться. Слушай, не говори, я считаю. Просто встань и начни молиться. Когда в церкви мы объявляем утреннюю молитву. Слушай, тебе уже все, что нужно сделать, это один клик. Включиться в Zoom. Все. Ты можешь ехать в машине, идти пешком. Я не знаю, там мыться в душе, только не забудь выключить видео. И так далее. И просто молись. И все говорят, а я считаю по Zoom. Это не очень эффективная молитва. Слушай, ну когда они были здесь, тебя тоже почему-то не было на этой молитве. Эффективная она или неэффективная. Ну я не знаю. Тебя тоже никто не видел. Нет, я считаю в 7 утра, это слишком рано. Другой говорит, я считаю в 7 утра, это слишком поздно. И знаешь, у нас все вот эти вот есть. Я считаю. Слушай, давайте будем в единстве. Аминь. В единстве. Будем просто поддерживать друг друга. Поддерживать церковь. Делать вместе. И тогда мы будем иметь успех. Тогда у нас будет хорошая, комфортная атмосфера. Тогда у нас будет благословение. Я считаю, домашние группы, они не работают. Уже давно в нашей церкви. Я считаю, нечего туда ходить. А ты когда сам последний раз на этой домашней группе был? Вопрос. Ты там не бываешь. Как ты можешь что-то считать? И вы знаете, вот эти наши разногласия, вот эти вот мысли, они всегда делают атмосферу. Я считаю, наша церковь уже давно не в видении. А ты что сделал для того, чтобы она была в каком-то видении? Ты что привнес в это? Я считаю, молитва не работает. Давно уже молитва. Ну, помолились, ничего не произошло. Ты сам давно молился. Вот и понимаешь, что ты слышишь это от тех людей, которые сами уже давно ничего не делают из этого. Слушай, встань и начни делать. Начни молиться. Начни поститься. Начни благословлять кого-то. Начни служить где-то. Начни что-то делать. У нас служение вообще безобразно построено. Вот онлайн смотрю, и картинка ужасная. Класс. Добро пожаловать в служение медиа. Мы тебя ждем. Будет картинка великолепная вообще. От того, что ты придешь туда. Ой, группа порядка стоит и все время разговаривает. Меня не заметила, со мной не поздоровались. Добро пожаловать в группу порядка. Встанешь вот там, будешь со всеми здороваться, обнимать, говорить хорошие слова. Супер. Давайте что-то делать. Аминь. И быть в единстве. Тогда Бог благословит нас. Аминь. И знаешь, когда-нибудь кто-то из вас был на концерте симфонического оркестра? Есть такие, кто были? Сегодня, кстати, отличный шанс. Сегодня у нас открывают Чикаловскую лестницу и будет играть большой симфонический оркестр Мариинского театра под руководством великого, я считаю, дирижера Гергиева на нашей Чикаловской лестнице. И симфонический оркестр – это чудесный пример единства. И знаете, когда ты приходишь на концерт симфонического оркестра, то первые 10-15 минут, пока ты в зале сидишь, кто-то, если был заранее, ты вообще ничего не понимаешь, ну, думаешь, что из них вообще ладного может получиться. Потому что они настраиваются. Скрипки свою там что-то делают, гобой там, виолончели, куча всяких инструментов, я их название половину не знаю, там кто-то на колокольчике играет, кто-то там на треугольнике, еще на чем-то, и ничего не получается. Но как только выходит маэстро-дирижер, и как только он взмахивает своей палочкой, да, не знаю, точно она так называется, кто музыкант сейчас скажет, не знает даже, как называется эта палочка, я правда не знаю. И оркестр начинает играть стройную красивую мелодию, от которой ты просто, ты не можешь остановиться и это слушать, потому что это прекрасно, это красиво, это мощно, это сильно. Я хочу вам пример показать именно вот этого. Можно первое видео вывести на экран? И второе видео вывести. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Спасибо. И знаете, мы с вами как церковь, мы иногда похожи вот на этих музыкантов, которые разыгрываются, которые играют не в попад каждой какую-то партию непонятную. Но знаете, наша цель, чтобы быть вот этим симфоническим оркестром, который играет прекрасную мелодию Петра Ильича Чайковского, вальс цветов. И когда ты слушаешь это, ты понимаешь, что это огромный труд, который был вложен. Это их таланты, это их дары, это их учеба, это все, что было вложено в этот оркестр. И они, каждый исполняя свою удивительную, уникальную роль, они что? Они производят прекрасную мелодию. И выходит этот дирижер, который взмахивает этой палочкой, который дирижирует этим оркестром. Это Господь, Иисус Христос, который дирижирует свою церковь, который ведет свою церковь из славы в славу. И знаешь, в сердце Бога нет распри, в сердце Бога нет этого несогласия, в сердце Бога нет этих разногласий, которые у нас происходят, как в первом этом видео, где вот каждый настраивается, каждый какую-то свою партию играет. Наша задача играть одну партию, потому что у нас один Господь, у нас одно сердце, мы идем в одном направлении. И наша задача прийти туда самим и привести всех остальных, тех, кто идет с нами. Аминь. И Иисус, когда Он уходил на небеса, Он сказал такую фразу. Это Иоанна 17 глава 21 стих. Написано, да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе. Так и они, да будут в нас едины, да уверует мир, что Ты послал Меня. Смотрите, здесь такие важные слова, которые Иисус, это Его молитва к Отцу. И Он говорит, пусть они будут едины, так как мы едины. Пусть они будут едины, чтобы мир увидел Тебя. Чтобы мир увидел Того, Кто послал Меня сюда, на эту землю. Вы знаете, это так важно. Если Иисус об этом молился, Он молился о каждом из нас. Он молился о нас, о сегодняшней церкви, здесь, в этом городе, в Нижнем Новгороде. Бог поставил каждого из нас здесь, чтобы мы были едины. Чтобы мы имели одно сердце, одни мысли и шли к одной цели. Аминь. Это так важно. И знаешь, единство имеет силу. Единство приносит комфорт. Единство приносит атмосферу благословения. Единство приносит нам успех. Единство приносит нам мощь. Потому что мы идем одной большой командой. Единство прославляет Бога, как ничто другое. Об этом написано в Писании. «Единство прославляет Бога». Поэтому нам нужно стремиться к единству. Нам нужно хранить единство. И знаешь, Первая Церковь, она имела откровение об этом. Потому что в книге «Деяний» мы видим везде это слово «Единство». Написано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами. Потом написано, каждый день единодушно пребывали в храме. Потом написано «Единодушно возвысили голос к Богу». Написано при наступлении Дня Пятидесятницы, написано, что они были единодушны вместе. Везде об этом говорится. И написано, что много людей прилагалось к церкви. Много людей прилагалось к Дому Божьему. Потому что было единство. Аминь. Давайте мы с вами поднимемся. И мы просто склоним свою голову перед Богом. И, может быть, попросим где-то прощения за то, что через нас приходили какие-то разногласия. Или мы, может быть, кого-то не прощали, кому-то не снисходили. Чтобы Бог принес это единство нам как церкви. Как братьям и сестрам. Нам нечего делить. У нас один Бог и одна вера. Халлелюя. Господь драгоценный. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим. Боже, и мы благодарим, Господь, что Ты умер за каждого из нас. Господь, что однажды мы пришли к Тебе, Господь. Ты объединил нас в Себе, Господь. Халлелюя. Таких разных, Господь. Из разных поколений. Из разного прошлого, Господь. Из разных семей, Господь. Мы молимся, Отец, и просим Тебя, Господь. Прости нас. Если мы не были едины. Если через нас, может быть, приходили какие-то распри или разногласия. Господь, прости каждого из нас. Отец, и мы хотим быть едины. Мы хотим, Господь, стараться снисходить друг к другу. Покрывать любовью, Господь. Покрывать милостью, Господь. Делать на шаг больше в примирении. Принимать друг друга, Господь. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты, Господь, созидаешь свою церковь. Что у Тебя нет ни нужных, ни важных людей, Господь. Каждый человек для Тебя, он важен. Каждый человек для Тебя, он нужен, Господь. Ты любишь каждого, Господь. И принимаешь каждого. Господь, не дай нам делать что-то по любопрению, или по тщеславию, или возносясь друг на другом. Но, Господь, дай нам любить друг друга, покрывать друг друга, обнимать друг друга, Господь. Благословлять друг друга. Я также молюсь, чтобы в наших семьях, Господь, был Твой Божий мир, Господь. Было Твое единство. Чтобы ничто не могло разделить нас между мужьями и женами. Не могло разделить с детьми также, Господь. Чтобы было единство. В наших командах, Господь, было единство. Чтобы мы любили и принимали друг друга, Господь. Молились друг за друга, Отец. И написано, что тогда люди узнают Тебя. И тогда увидят Тебя. Спасибо Тебя, Господь. За единую церковь, Господь. Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь, драгоценные. Слава Богу. И спасибо большое Екатерине Пановой за это слово. Я надеюсь, что оно изменило ваши сердца. И вы теперь с новыми сердцами будете ходить. Халилюя. Но сейчас я хочу обратиться к людям, которые смотрят нас впервые. Или, возможно, никогда еще не принимали Иисуса Христа как Господа в своей жизни. Самое время это сделать. Сейчас мы вместе с вами помолимся. Молитву покаяния. И потом я вам еще расскажу кое-что. Давайте вместе помолимся. Дорогой Иисус, я прихожу к Тебе со всеми своими грехами и беззакониями. Прости меня, что я так жил. Я верю, что Ты воскрес на третий день. Я верю, что Ты Бог живой. Запиши, пожалуйста, мое имя в книгу жизни. И я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы сейчас молились от чистого сердца, то в вашей жизни уже начнут происходить изменения. Но не забывайте написать нам хэштег впервые, чтобы мы смогли с вами связаться, подарить маленький подарочек, чтобы вы больше узнали о нашей церкви и пришли к нам впоследствии на живое богослужение. Напишите, пожалуйста, нам здесь по трансляции хэштег впервые. Также вы можете с нами связаться по номеру телефона, который указан здесь внизу. А сейчас мы с вами будем молиться за нужды. У нас есть некоторое количество нужд, за которые нужно помолиться. Да, у нас есть нужды. Сейчас я кратко их зачитаю. За исцеление сына и исцеление его глаз от аллергии. Также за Николая исцеление от онкологии. Плюс еще две молитвенных нужды о взаимоотношениях членов семьи, потому что ссора, скандалы. И еще одна нужда – это о поступлении в ВУЗ и исцеление от невралгии. Давайте сейчас в единстве помолимся, потому что в единстве силы. Аминь. Халилуйя, Господь! Мы взываем сейчас к Тебе, Отец. Мы отдаем Тебе все ситуации, которые происходят у людей, Господь. Ты все видишь, папочка. Мы просим Тебя, Господь. Халилуйя, исцели, Господь, каждого, кто нуждается в исцелении, Отец. Я прошу, примири людей, у которых конфликты и ссоры, Господь. Пусть Ты будешь их источником, Отец. Халилуйя, папочка. Мы благодарим Тебя, Отец, и славим. Халилуйя. Аминь. Аминь. Также у нас сегодня с вами будет причастие. Сейчас я его возьму. В нашей студии оно появляется. Держи, Ася. Что же такое причастие и, собственно, что мы вообще делаем? Как вы знаете, может быть, не знаете, но я вам сейчас расскажу. Иисус, Он умер и воскрес на третий день, чтобы мы с вами жили в любви и благодати. И перед своей, скажем так, смертью, грубо говоря, да, перед тем, как Он пошел на крест, Он сказал такие слова. Давайте трогаем с вами Библию, Луки, 22 глава, 12 стих. И взял хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечерей, говоря, сия чаша есть, новый завет моей крови, которая за вас проливается. И вот этот вот хлеб, он является прообразом тела Иисуса Христа, которое было ломимо за нас. Этот виноградный сок, это прообраз крови, проливаемый за то, чтобы мы сейчас жили в любви. Давайте благословим этот хлеб и виноградный сок и примем причастие. Халилуй, Господь, я благодарю Тебя за Твою жертву, я благодарю Тебя за то, что Ты отдал своего единственного сына на крест, чтобы я сейчас и все мы жили в любви. Господь, я благодарю Тебя за это, Папочка, я благословляю этот хлеб, как прообраз тела, которое было ломимо за нас, за то, чтобы мы сейчас жили в любви и жили в новом завете, Господь. Я также благословляю этот виноградный сок, как прообраз крови Иисуса Христа, проливаемый за нас, Господь. Я благословляю это, Папочка, я даю это Тебе, Господь. Мы также хотим жить с Тобой, Господь, в любви Твоей. Я благодарю Тебя за то, что Ты каждый день наполняешь нас энергией, Господь, и даешь нам новую жизнь, обновляешь нас, Господь, и мы приходим к Тебе с открытыми сердцами во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, аминь. Слава Богу за это прекрасное время, за это служение. Мы благословляем Вашу будущую неделю, благословляем этот день. Пройдите ее в любви. Я благодарю Вас за то, что Вы сегодня были вместе с нами. И увидимся в следующее воскресенье.